ПАО «Газпром» 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 Елена Дропека, на вопрос ведущей Екатерины Гордеевой, что это за значок с буквой Z, ответила, что их фракция надела такие значки в честь поддержки военной операции, и что она, Дропека, поддерживает свою страну и в горе, и в радости. Как пояснил в интервью каналу «Настоящее время» основатель журналистской группы «Conflict Intelligence Team» Руслан Левиев, ZEV — обозначение техники западного и восточного военных округов. Однако такое объяснение, вероятно, показалось российским политтехнологам слишком банальным, без патриотической глубины. Вскоре Минобороны выпустило свою версию. ZEV было предложено трактовать как «за победу», а VE — как «сила в правде», отсылка к фильму «Брат-2». Появились также варианты «за мир» и «за пацанова». Буква Z как символ вторжения или на языке российской пропаганды спецоперации стала множиться с невероятной скоростью и в считанные дни заполнила собой все — от фасадов домов до гигантских живых флэшмобов и утренников в детском саду. В соцсетях появились десятки фотографий с детьми, которые сидят, лежат на полу или даже стоят на коленях в форме полусвастики. Но вот что интересно. Чем больше разрастается присутствие буквы Z, чем больше пространства она собой заполняет, тем больше расшифровок у нее появляется. Нашелся ответ даже на логичный вопрос о том, почему в патриотической кампании используется латиница. Телеграм-канал «Метаметрика Z» дал, как выразились его авторы, духовную расшифровку. Оказывается, это вовсе не чужая буква. Цитата. «Буквица, которую мы видим, — это ранняя кириллица, где многое заимствовано из греческого алфавита. Греческая Z, пишут авторы, выглядит как Z. В славянском мире получила имя «Земля», воплощая энергию созидания. Итак, «за победу», продолжаю цитировать, «ради созидания на своей земле». Это доказал Донбасс, который выстоял, пока Россия сосредотачивалась, чтобы взять свое». Конец цитаты. Ну а буква «Ви», уверяют авторы духовной расшифровки, — это не что иное, как русская ижица. Впрочем, почему ижица, обозначающая звук «и», читается как «в», авторы не поясняют. Зато делают вывод. Мы русские, с нами бог. Российская оппозиция попыталась выпустить и свое шуточное объяснение, попытавшись присвоить букву. Мол, если положить ее на бок, можно написать фамилию Навального латиницей. Однако такая идея встретила лишь отторжение. К этому моменту символ уже стал настолько прочно ассоциироваться с агрессией, что не допускал никаких альтернативных трактовок. Более того, определенные ассоциации теперь вызывают и шрам на лбу Гарри Поттера, и знак известного героя в маске, который приходил на помощь обездоленным. Как отметила журналистка Ольга Бакушинская, «Зорро» все-таки очень жалко. Почему символизация этой войны приобрела в России такие масштабы? И почему у буквы «З» так много, избыточно много объяснений? Почему до сих пор появляются все новые и новые расшифровки? Видимо, потому что там, где нет логичного основания для действий, где нет повода для войны и разумного объяснения агрессии, пустоту закрывает собой ничего не значащий символ. Символ, который возводится в статус едва ли не магического, и который, тем не менее, надо как-то объяснить. И чем больше расшифровок ему придумывают, тем более ясным становится то, что у реальной войны объяснений нет. Так и хочется спросить, зачем? Зачем все это? Ради чего? Вообще, если на самом деле не гибли люди, то такой комедии масок не было, по-моему, давно. Кжахнем и ничего не будет. Я сейчас кжахнем вернусь. Да, мы должны быть счастливы. Правда, у молодежи к этому отношению счастье несколько иное. Мы дождались. Это и есть наш последний и решающий бой. У нас дразнить нельзя, что вот и медведя, может, там, пока он это не замечает, да, потому что он спит в своей берлоге, и ты тычешь веткой, тычешь, тычешь, а потом он проснулся и шарах, вот так вот. Уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Патриот? Да. На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. И в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых... Нет, не хочу. Почему? Ну, зачем мне это? Музыкакикикикикикикикикики ... Субтитры создавал DimaTorzok